Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Зоя Звенецковская. Я фэшн-критик, фэшн-куратор, историк моды и лектор проекта «Модеизм». Сегодня я отвечу на ваши вопросы в рубрике «Модный ликбез». Это отличный вопрос, мне очень нравится на него отвечать. Это произошло почти случайно. Я училась на искусствоведа, я по образованию искусствовед, и даже не помышляла о моде. И внезапно мой друг, авангардный дизайнер Алексей Залевский, очень модный в то время, пригласил меня на показ своей коллекции. Я дружила с ним давно, но я как-то не интересовалась тем, что он делает. Я пришла и была совершенно шокирована увиденным. И я поняла тогда одну простую вещь. Вообще я модой-то не интересуюсь, я интересуюсь людьми. Собственно, и культуру, и искусство я изучала из этих же соображений. Для меня культура является всего лишь инструментом, возможностью понять, как жили люди в разное время, что они думали, чего хотели, что любили, чего боялись, что вызывало у них отторжение, что было для них предметом вожделения. Люди горячо интересуют меня. Мне кажется, это самое интересное из всего, что можно изучать. И я вдруг поняла, что мода – это один из самых лучших инструментов для изучения и понимания людей. Во-первых, ничто так близко не подходит к нашему телу, как одежда. Во-вторых, ничто так быстро не меняется, как мода. И в-третьих, ничто не является таким искренним и точным слепком нас, как мода. А потому что она быстро текущая, потому что мода – это что-то несерьезное. Когда люди строят дом или пишут музыку, или создают произведения искусства, но это прожило пройти несколько лет, они думают. Это серьезный проект, это работа. Сделать новое платье, предложить новую коллекцию – это рутина, это происходит постоянно. И именно в этой простоте и рутине скрыто поразительное очарование моды, которое дает возможность видеть самый точный, самый яркий и самый красивый слепок людской природы. Что значит «люблю»? Я в ней живу так же, как и мы все. За что вы любите свои руки? За то, что они ваши, за то, что вы их чувствуете, за то, что они теплые, за то, что это часть вас и за то, что они помогают вам жить. Мода помогает мне сегодня, такой, как я есть, проявить себя, выразить свою личность, презентовать ее наиболее полно и, показав ее максимально, этим способом найти других людей, которые увидят меня и которым я понравлюсь. Собственно, для этого и существует мода. Мода для того, чтобы находить своих. Мода для того, чтобы находить тех, кому вы понравитесь, тех, кто вас полюбит, тех, кто получает удовольствие, глядя на вас. Я люблю современную моду за то, что она настолько разнообразна, это ее ключевая характеристика, что она дает мне возможность, мне такой, какой я есть, странной, особенной, со своими какими-то недостатками, найти ту форму выражения, выражение себя через одежду, которая приемлема обществом, с одной стороны, и, с другой стороны, дает мне возможность найти тех своих, которые это оценят. Я люблю современную моду за свободу, разнообразие и возможность диверсифицировать те инструменты, которыми ты пользуешься. Ну, я приблизительно представляю, какого ответа на этот вопрос вы ждете. И я могла бы его дать, но я попрошу у вас разрешения ответить честно. Наибольшее впечатление на меня произвел не самый последний прощальный показ «Кинзо», который происходил в цирке в Париже с использованием цирковых животных и длился несколько часов. И не один из знаменитых показов, когда в центре огромного зала была скульптура, вырезанная изо льда, и все вокруг было в ледяных скульптурах. И немногочисленные показы, которые представляли собой дорогие шоу. Современная мода имеет возможности создавать шоу. Современные ее финансовые возможности позволяют это делать. Но на меня самое большое впечатление произвел показ, несколько показов. Ноу-нейм дизайнеров, которые я видела и в которых я принимала участие здесь, в моем городе, это молодые авангардные дизайнеры, которые создавали коллекции. Одна коллекция создавалась из вещей, из секонд-хенда прямо тут же компоновалась. Вторая коллекция создавалась из мусорных пакетов, пластиковых бутылок и прочих вещей. Это было 25 лет назад. На меня наибольшее впечатление производят коллекции, в которых есть творчество, в которых есть элемент искусства, в которых есть элемент вот сейчас непосредственного создания чего-то, которые максимально креативными являются. Что же касается коллекции, которые я видела в записи, одно из самых ярких впечатлений на меня, это самое, наверное, важное описание моды и жизни, с моей точки зрения. Одно из самых ярких впечатлений на меня произвел показ Александра Маквина 99-го года и финальный выход, когда модель в белом платье выходит и становится на точку, и она начинает вращаться, и это платье окрашивает из пульверизатора такие роботы, которые находятся с двух сторон, управляемые роботы. Это история про беззащитность, про отношение человека и машины, про то, что искусственный интеллект убивает нас и в то же время создает новое искусство в этим же самым, про то, что непонятно, какое место человек может занимать в будущем мире. Это очень трогает, душераздирающий для меня эпизод, и каждый раз, когда я его пересматриваю, у меня останавливается сердце. Всем привет! Я Рита Мурадова, персональный стилист с более чем 10-летним опытом работы, фэшел-блогер, автор YouTube-канала одноименного Маргарита Мурадова, а также соснователь образовательной платформы Модеизм. Модеизм – это образование от лидеров модной индустрии. Вы сейчас находитесь на нашем YouTube-канале. Одновременно с этим у нас есть наша онлайн-платформа, на которой есть курсы, связанные с модой напрямую. И эти курсы ведут лидеры модной индустрии. Это люди, которые имеют огромный опыт, мудрость и знания в этой профессии. У нас есть курс «Глянцевая журналистика», автором которого является Анна Земскова, главный редактор «Харперс Базар Украина». У нас есть курс «История моды», автором которого является Зоя Занецковская. Это известнейший фэшн-аналитик, историк моды. У нас есть курс «Фэшн стайлинг». Это курс для тех, кто хочет заниматься фэшн-стилистикой и для журналов, и на фрилансе, а также для стилистов, которые хотят просто добавить съемки в свою портфолио. Этот курс ведет Анна Гончарова, замечательный и талантливейший стилист, который работал с журналами «Лёфи Сиель», «Эйли Харперс Базар» и другими. А также у нас есть курсы базовой программы, которые веду я. Это курс «Персональный стилист», «Стиль для себя» и курс «Повышение квалификации стилистов». Курс «Персональный стилист» направлен на тех, кто хочет получить профессию персонального стилиста. На него можно приходить абсолютно без каких-либо базовых знаний, потому что мы даем и теорию, и практику от начала и до конца. На каждом курсе у нас есть, кстати, сертификат, который получает каждый студент по успешному окончанию и сдаче курсовой работы. Дальше курс «Стиль для себя» — это курс, в первую очередь, для тех, кто хотел бы для себя понять, как найти стиль, найти свои фишки в одежде, сочетания, понять, как работать со своей фигурой, ее пропорциями, и в целом научиться выражать свое внутреннее состояние через одежду. И курс «Повышение квалификации стилистов» — это курс, который работает, в первую очередь, для тех, кто уже давно практикует профессию стилиста и хотел бы расширить базу своих знаний, углубить ее, увеличить количество клиентов и, в принципе, увеличить свою монетизацию любых услуг, которые он предоставляет. На все наши курсы у нас есть универсальное правило. Их ведет лично сам лектор. На всех курсах есть домашние задания и курсовые работы, которые также проверяет лично лектор. И по успешной сдаче курсовой работы, которая есть на каждом из наших курсов, вы получаете официальный диплом нашего образовательного проекта «Модеизм». Для регистрации на наши проекты, на наши вебинары, которые также проходят раз в месяц и имеют всегда модную тематику, кликайте по ссылке под этим видео. До встречи на «Модеизм». Модеизм — образование от лидеров модной индустрии. Любые, любые события в истории страны дают толчок в развитии ее моды. Войны и даже террор. Вопрос, что мы называем модой? Если мы говорим... Тут мы должны немножко углубиться. То, что мы называем модой, к чему апеллируем, говоря о моде, книги о моде, которые мы можем купить и прочесть, в основном описывают моду западного общества, которое развивалось плюс-минус в комфортной среде, в свободном демократическом рыночном обществе. Там мода не умирает даже во время войны. Вы знаете, что даже во время Второй мировой войны во Франции продолжались показы домов от кутюр, а в Англии была разработана специальная программа по созданию одежды для населения, и ее реализовывали лучшие английские дизайнеры. Когда мы говорим о тоталитарных странах, ситуация совсем другая. Моды в принципе нет в том виде, в котором мы ее понимаем в западном обществе. А мода советская, она была идеологическая, она жила в домах моделей и никак не была связана с людьми, которые ходили по улицам. При совсем уж тоталитарных режимах моды в том виде, который мы считаем модой в Европе, не существует, нет набав моделей, нет показов, нет продаж дизайнеров в бутиках. Однако мода не умирает, она просто приобретает другие обличия. Пока есть люди, пока они живы, у них есть мода. В тоталитарном обществе, в странах, где происходит серьезное давление демократии, на первый план выходит то, что в западном мире принято называть стрит-фэшн. Мода людей, неофициальная мода. Модным становится что-то всегда. В оккупированном Париже, в конце оккупации, для обыкновенных людей, которые не могли себе позволить одеваться от кутюрных домов, модным были шелковые платья, желательно пошитые из парашютной ткани, желательно из парашюта сбитого немецкого летчика. Возможно, мода, о которой я говорю, не похожа на то, к чему мы привыкли, но мода есть всегда. Мода поражает меня тем, что она не умирает никогда, даже во время войн, катаклизмов, террора. Надо уметь ее разглядеть. В 20-е годы, во время гражданской войны, самым модным луком женским была кожаная куртка с широким поясом и красная косынка. И это была мода. И эти вещи было трудно достать. И женщины, которые так одевались, были транссеттерами, они были модными. Таким образом, любые события в истории страны дают толчок для развития моды, потому что мода вездесущая и вечно. Я уже говорила, я обожаю современную моду именно за то, что ничто в ней не преобладает. Одна на всех мода закончилась где-то в 80-е, 90-е. Это начало появления разных мод. Сегодня, к счастью, этот процесс продолжает развиваться и настолько стал общим местом, настолько понятным, что все по умолчанию знают, что есть много разных мод. Люди, может быть, об этом не думают, так не формулируют для себя. Существует гламурная мода, в которой по-прежнему существуют классические представления сексуальности и женственности. Не просто по-прежнему, там есть свое развитие, своя динамика, и вы легко отличаете гламурные тренды, условно говоря, 20-го года от гламурных трендов 10-го года. Ну, вот просто в лед. И рядом, параллельно с этой модой, прекрасно себя чувствуют и также ярко развивается мода унисекс, например, в которой активно существует оверсайз, в которой активно существует нормкор, и эти тренды тоже развиваются. И вы легко отличаете оверсайз 2010-го года от современного нынешнего сезона. Таким образом, и я хочу сказать, что, ну, вообще все люди занимаются сексом, вне зависимости от того, какие тренды они предпочитают. Все люди направлены на то, чтобы искать сексуальных партнеров. Все люди одеваются для того, чтобы их увидели их потенциальные сексуальные партнеры. Соответственно, для каждой группы, для каждой страты та одежда, которая у них модна, и есть максимально сексуальная. Какой-нибудь черный трикотаж, многослойный, там худи, а сверху куртка гигантская, а сверху шапка дурацкая, внизу лосины, а на них шорты на три размера больше и аглишус. Фантастически сексуальный, и все это надето на девочку, фантастически сексуальный в глазах мальчика, который увидел, и думал, боже, какая женщина, думает он, как бы к ней подойти. И для этого же мальчика женщина в золотом платье с вырезом и золотыми локонами совершенно не сексуальна. Поэтому вся мода сексуальна, главное найти свою страту. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что мы называем женственностью. Все зависит от того, в какой страте мы об этом говорим, но давайте считать, что вы задали вопрос о классической женственности, о плюс-минус гламурной страте, ну, собственно, которая является мейнстримом развития женственного образа. Давайте подумаем. Я абсолютно уверена, что сейчас все модные тренды в этом году, в следующем будут напрямую связаны с ковидной и постковидной ситуацией. Имеется в виду не то, как сексуально ли выглядит вирус. Имеется в виду, что мы должны считаться с той данностью, что человечество, как ни крути, год уже заперто в локдауне плюс-минус, и не имеют возможности посещать массовые мероприятия, где можно себя показать. Но я бы сейчас уже думала о времени, когда это закончится, потому что по всем прогнозам инфекционистов, эпидемиологов, как это, если лечить насморк, он длится неделю, а если не лечить, то 7 дней. Даже массовая вакцинация не сможет ни ускорить, ни уменьшить. Два года длится эпидемия. Испанка длилась два года, и потом сама пошла на спад. Все переболели, все получился коллективный иммунитет. Соответственно, мы должны добавить еще год, очень условно, и понять, что после этого люди захотят вырваться на свободу. Уже сейчас социологи предсказывают время секса, траты денег, бешеных вечеринок, невероятных каких-то путешествий. Соответственно, очевидно, мода станет очень сексуальной. Соответственно, классическая женственность, она и раньше плохо себя чувствовала, потому что агрессивная сексуальность на нее здорово давила. Классической женственности тяжело в нашем мире быстрой, яркой самопрезентации в мире женщин, которые привыкли сами выбирать себе сексуальных партнеров. Женственность это пассивная стратегия. Ты выглядишь очень привлекательно, но мягко, и просто ждешь, кто же подойдет к тебе, кто тебе улыбнется, пригласит на танец, возьмет за руку. Такая стратегия, вероятно, еще где-то существует в каких-то маргинальных стратах, но мейнстрим совсем другой. Женственность умерла в 70-е, четко уступив место сексуальности. И у сексуальности безусловно будет новый виток, я думаю, что она станет еще агрессивнее, еще ярче, потому что время на контакт меньше, потому что неизвестно, может, через две недели нас опять закроют, да, надо делать все быстро, надо производить впечатление с первого раза, нет времени сильно долго раскачиваться, поэтому классическую женственность ждут тяжелые времена, а сексуальный будет на подъеме. На самом деле, поймите, меняются только инструменты, цели и градус не меняются, то есть сексуальность нулевых, Бритни Спирс в молодые годы, она или там Мадонна, она не более и не менее сексуальна, чем те секс-звезды, которые вот-вот родятся, и они прямо сейчас уже в инкубаторе там как бы проклевываются из яиц, потому что общество их требует, а это не более и не менее сексуально, вопрос в том, какие инструменты используются, каждое время предлагает свой инструментарий, сегодня давайте сравним с той же Бритни Спирс, да, это классика сексуальности того времени, сегодня принято даже очень сексуальной девушке, откровенно секси, все равно выглядеть умненько, то есть сегодняшняя Бритни Спирс была бы в очках, пусть даже и с нулевыми диоптриями, то есть просто с двумя стекляшками, да, ну вот давайте посмотрим на Бритни Спирс попытаемся ее немножечко осовременить, потому что она сейчас выглядит очень старо, мы бы сейчас, такая девушка вышла на улицу, бы над ней бы все смеялись, да, что бы мы сделали с Бритни Спирс, мы бы надели ей очки, мы бы, может быть, изменили ей прическу, потому что вот эти локоны, это как-то совсем, ну что это, а может быть оставили бы, мы поменяли бы ей помаду, потому что блестящая помада как будто липкая, как будто ты все время только что ела чупа-чупс, она не подходит, потому что девушки теперь не едят леденцы, они знают, что PH должен быть правильный и не портят свои зубы, карьер, то есть девушки стали умненькие, эксплуатируют интеллектуальный образ, то есть давайте просто подкрутим Бритни Спирс на сегодня, и конечно она была бы не в туфлях, на каблуках, а в кроссовках, и так далее, и так далее. Мозг это новая сексуальность, этот тренд все еще существует, и конечно его элементы станут частью нового сексуального образа. По поводу моделей Гучи у меня двойственное впечатление, Гучи, так же как множество именно лакшери модных брендов сегодня, огромное количество модных домов, на самом деле находится на грани катастрофы, причем не столько финансовой, дай нам бог как бы их несчастье, да, сколько ментальной и цивилизационной, они понимают, что то, что они делали, идеологию того, что они предлагали, это тупиковая сегодня ветвь, и они пытаются, как в пиратах Карибского моря, на всех парусах развернуть корабль и не упасть при этом в пропасть, вот что они делают, естественно, при таком развороте в трюме все падает, какие-то матросы летят за борт, и кого-то случайно раздавили ядром, да, поэтому вот сейчас это так и выглядит, Гуччи очень резкий сделал вираж, и он сейчас смотрится чрезмерным, но я понимаю, что они делают, это делают очень многие модные дома, посмотрите преколлекцию прямо вот сейчас Валентина Ред, который был всегда тихой гаванью, таких гламурных старлеток, а они сделали как бы почти интеллектуальную коллекцию, и так далее, и так далее, то есть если мы пойдем по старым домам, которые были оплотом классического гламура, мы видим, что все они пытаются что-то изменить, и конечно момент поворота может быть болезненным, поэтому если мы говорим о Гуччи, они просто хотели привлечь к себе внимание, им это удалось, о них все говорят, но что они хотят сказать на самом деле, мы увидим через несколько сезонов, когда поворот произойдет, они сейчас на вираже, в момент виража у людей не спрашивают, так что, куда вы сейчас идете? Мы сейчас поворачиваем. Демна Гвассалия Смотря какому, Демна Гвассалия столько всего понаделывал в Баленсиаге, что, собственно, о чем идет речь? Ну, на самом деле, он классический трикстер, мне очень нравится то, что он делает, в каком смысле, он разрушает западную моду изнутри, показывая ее уязвимость, Демна Гвассалия один из немногих метамодернистских дизайнеров, который, ну, может быть, осознанно или бессознательно понимает четко, чем является сегодня вот этот метамодернизм, то есть, вы же знаете, что был модернизм, потом постмодернизм, который был, ну, анализом и саркастическим таким юмористическим переосмыслением идей модернизма, а метамодернизм пересобирает эту конструкцию, предлагая ей новые смыслы, а Демна Гвассалия пересобирает конструкцию классической моды, предлагая ей новые смыслы, люди очень часто даже не догадываются, что он имеет в виду, ну, вы же знаете, что Гвассалия, он из постсоветского союза, он этнический грузин и жил в Грузии, он говорит по-русски, у него в анамнезе есть грузинская война, то есть, он когда был ребенком, они с мамой бежали из Сухуми, под бомбами, ну, то есть, у него есть постсоветский опыт, то есть, он, наверное, я не знаю, помнит советские магазины и как выглядели люди в 90-е, и он все это, все эти тренды внедряет в дом Баленсиага. С одной стороны, западная цивилизация сегодня очень податлива к этому трайбл-шику пациков с района, а с другой стороны, она сама не замечает, как становится его жертвой, потому что люди на это очень легко покупаются, те, которые не знают, о чем идет речь, им это просто кажется смешным, оригинальным, интересным. Таким образом, ну, это как, знаете, как если бы Билл Гейтс действительно внедрял в нас микрочип с помощью вакцины, нет, он этого не делает, вакцинация нужна, все хорошо, но в данном случае Демногвассалия ведет себя как человек, который делает тебе прививку, внедряя в тебя микрочип той жизни, про которую ты вообще ничего не понимаешь. Все, и вы тоже, вот конкретно вы. Мода, как и искусство, как любая, как вообще культура, это симбиоз, и никогда не знаешь, нельзя сказать, ни один искусствовед, ни один историк моды или искусства, ни один исследователь не смог бы четко ответить на вопрос. Художники, дизайнеры, архитекторы и так далее, то есть те, кто создают искусство, предлагают людям нечто новое или наоборот являются всего лишь медиумами и аккумулируют тот коллективный запрос, который к ним поступает. То есть понимаете, это две разных, два разных движения. Я думаю, что реальность в том, что они делают и то, и другое. Соответственно, мы с вами, каждая из нас, каждый день, каждую минуту формирует коллективный запрос. Нам хочется чего-то нового, нас не устраивает то, что уже есть. Меняется наша жизнь, меняется наше желание, наши потребности, наше представление о красивом и безобразном, наше представление о хорошем и плохом, наше представление о правильном и неправильном. Этот коллективный запрос, эти коллективные социальные движения выплескиваются в той или иной форме в социальные сети, в культурные проекты, в то, как выглядят люди на вечеринках, как оформлены мероприятия. Дизайнеры, которые, безусловно, являются медиумами, они очень тонко чувствуют вот эту эманацию, они ее в себе собирают и преобразуют в моду и предлагают вам. Есть дизайнеры, которые настолько чувствительны, что они находятся на шаг впереди общей группы и они чувствуют что-то, какие-то тренды, которые мы еще даже не сможем оценить и мы даже еще не сделали запроса, а нам уже это предложили. Но это процесс баланса, это процесс сообщающихся сосудов. Таким образом, вы не меньше, чем Демна Гвассалия, работаете над созданием моды будущего. Ну, если говорить совсем про наше время, то пижама. Но я бы не хотела, чтобы так было, поэтому я сказала бы худи. это вещь, которая является знаменем диверсификационной моды, знаменем модных трендов последних двух десятилетий и тренда унисекс, тренда молодежного оверсайз и тренда интеллектуальной моды, потому что худи не предполагает облигания, не предполагает декольте, не предполагает обнажения, тело полностью закрыто. В то же время есть множество кампейнов и множество фотосессий, где худи компонуются с кутюрными вещами и снимаются в воги и так далее, и так далее. Я считаю худи универсальной одеждой, которую при правильном обращении и при хорошем выборе можно носить, что называется, в церковь баню на базар. Я считаю худи ярчайшим выразителем идеи нашего времени, подобно тому, как, например, ярчайшим выразителем 20-х годов идеи конструктивизма в советской России в моде был комбинезон, универсальная одежда. Это не значит, что все носили комбинезоны в советской России. Конечно, нет, и не все мы носим худи, но если мы будем искать вещь-символ, вещь-знамя, вещь-декларацию, то я считаю, что это худи. Еще больше информации о моде, трендах, о социальных трендах, самых красивых коллекциях, самых поразительных кутюрье, самых крутых поворотах в истории моды я рассказываю в рамках своего курса «История моды XX века». Если вам интересны эти темы, регистрируйтесь. Спасибо за внимание, спасибо за то, что были со мной все это время и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok